Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать обзор на магазин Центр Фиалки на ВДНХ. Вот посмотрите, сколько здесь бегоний. Мне они очень понравились, но я брать себе не стала, потому что, ну, как-то вот зеленушки не очень я люблю. Они довольно крупные. То есть, почему я не вдохновляюсь ими? Потому что нечего ждать. То есть зеленые листья красивые, да, но потом я всегда их убираю. Мне очень понравилась бегония Silver Jewel. Также вы видите, здесь есть сорта Диметрис. А также большое количество фиалок. Много укорененных листов в зип-пакетах вы увидите дальше. Посмотрите, какое количество орхидей. И миниатюры, и стандартные, всевозможных расцветок. И желтые, и белые. Очень, конечно, красивые, но к орхидеям я отношусь спокойно. Также всеми любимые пеппероми здесь есть. Вот я вижу вроде как арбузную и еще какие-то. Я с ними не очень знакома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь есть не только фаленопсисы, но и котлеи. А сколько суккулентов я увидела. Некоторые я даже вообще в жизни своей не видела. Очень симпатичные. Но с кактусом у меня как-то не складывается. Я их сильно заливаю. Также тут есть сенсевьерии с желтыми листами. Адениумы я вижу. Вот такие интересные сенсевьерии. Раньше они стоили дорого, сейчас уже цены приемлемые. Всевозможные кактусы, хавортии. Ну а другие названия я... В других названиях я не сильна. Все фаленопсисы отлично выглядят. Мне кажется, намного лучше, чем в Оби или Метро. Субтитры сделал DimaTorzok Я не удержалась и взяла себе один укорененный листик фиалки. И в конце я покажу вам, что я приобрела. Здесь есть еще стриптокарпусы укорененные листы, а также множество хой. Также тут горшки есть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Очень крупный. Вот у Аполлона 4. Супергофрированный вроде как. А здесь... Может быть, конечно, это супергофрированный, но цветок мелкий. Двойка. И вот этот мне очень понравился. Они оба, кстати, относятся к коричневым. Вот девятка. Обозначает, что они коричневого цвета. Это древняя магия 12-го года. Очень красивый, но у него маленькая луковица. То есть это как бы детка. То есть он может зацвести, а может и нет. Соответственно, я его могу потерять в грунте, когда буду выкапывать. Не знаю, может быть, дома что ли его посадить в какое-нибудь ведро и на балкон. Но он мне очень понравился. Я была на выставке гладиолусом в прошлом году. Очень красивые, конечно, гладиолусы. Мне продавец сказал, что их нужно каждый год сажать в разное место. На выгонку ставить. Ну, на выгонку я в прошлом году ставила. Но из 10 у нас, по-моему, всего 5 штук зашло. Посмотрим. Мне понравились по 100 рублей. Почему бы и нет. На этом я с вами прощаюсь. Кому было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии. Всем пока!